Здравствуйте! Это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. 16 молодежных инициатив получили финансовую поддержку от мэрии по результатам ежегодного конкурса «Парад идей». Среди проектов есть сразу два, связанных с граффити. Благодаря художникам улиц на карте Новосибирска в последние годы появилось немало новых точек притяжения. Многие из них создала Марина Ягода. Вместе с ней мы прогулялись по дворам и улицам с самыми яркими граффити, узнали, где в скором времени появятся новые рисунки и сколько стоят услуги такого художника. Марина, я наслышал про дворик на Фрунзе-5, но я не думал, что это целый квартал, который доходит до улицы Державина и не только. Какие здесь есть секретики? Давайте я расскажу, когда меня спрашивают, куда пойти посмотреть. Я часто как раз сюда людей зову, чтобы они поняли, для себя вообще решили, посмотрели, что им нравится и что вообще есть. Начинает нашу экспозицию будочка. Здесь четыре времени года, это лето. Вот сейчас мы смотрим на зиму, весна и осень. Вот пойдете, круг сделаем, покажу вам. Давайте. Это было сделано на первом фестивале «Окрашено» с сибирскими художниками. Это как раз весна работы Леши 13-го, он такой у него минималистическая стилистика. А вот это уже яркое лето, очень популярный фотоспорт. Кстати, можно понять, чья работа, на каждой стене есть таблички с авторами. То есть намекает, что это все официально, это не вандализм, как вы могли подумать? Нет, это в рамках фестиваля «Окрашено», который вот проходил, проходит два года, и в этом году тоже будет, они всякие секретики готовят. А как удается договориться с местными жителями и сказать, вот, ребят, мы сделаем красивое, не беспокойтесь. Не всегда удается договориться, и граффити бывает разное. Но когда вот «Окрашено» фестиваль проходил, согласовывались с жителями, все довольны, всем нравится. Не спрашивали, что именно вы нарисуете, а вдруг там какая-нибудь коляка-маляка? Спрашивали, были поправки, мы меняли эскизы, потому что все-таки был такой диалог с жителями. От чего отказались? Ну, был очень интересный художник Женя Черви, он рисует такие необычные штуки, но у него есть там и черепа, и какие-то такие истории. Но в контексте работы было бы уместно, на мой взгляд. Но оказалось, что жители не готовы к таким радикальным историям, и мы поменялись. Хотят что-нибудь позитивное. Да, да. А это вот, это художник Андрю Рипас, он из Алматы. Он, ну, как бы, такая шутка, есть популярный мультсериал, и вот он его так обыграл. И это один из самых популярных фотоспотов, все вот стоят сюда и фотаются. И очень мне нравится, как тени от настоящих деревьев падают на нарисованные, получается такая интересная история. Во, это уже масштабное полотно. Да, на этой стенке как раз шрифтовые композиции, именно шрифты True Graffiti, сделанные вместе с нашими друзьями из Германии. Изначально здесь было такое, SIP ArtStroy называлась стена. Да, и сейчас она живет, и она перекрашивается художниками, и вот нижний слой вообще уже весь перекрашен, чуть-чуть только видно изначально рисунки. И в этом тоже есть свой такой классный момент, что художник может прийти и, как бы, не в формате фестиваля тоже оставить здесь свою работу. А вы не обижаетесь, если другие художники сверху на вашей работе тоже что-то рисуют? Ну, вот со мной такого не происходило, но вообще это частая практика. То есть, если ты рисуешь на улице, будь готов, что эта работа не будет жить долго. Но есть такая внутри художников своя такая, как сказать, градация степени увождения, когда ты приехал через полгода, а твоя работа еще живет, ну, значит, тебя заценили, значит, ты классный. Я думаю, этих персонажей хорошо угадают подростки современные, вряд ли старшее поколение узнает, кто это такие. В середине ваша работа, да? Вообще, это история прошлое, настоящее и будущее. То есть, есть вот герой такой олдскульный, какой-то наш вот современник, мой персонаж, и какой-то персонаж из будущего. И вот некая такая красная линия, как история времени, вот она обвивает. Ну, если кто-то поймет, круто. Если нет, это просто три персонажа, опять же, яркий фотоспорт, на котором часто люди фотаются. А на каких поверхностях вам больше всего нравится рисовать? На заборах, на голом кирпиче, на доме? Вот, амбиции художника Марины Ягода. У меня есть девятиэтажки, и в этом году я буду делать двадцатиэтажку в Москве. Но мои любимые – это вот одна-двухэтажечки с гладенькими фасадиками. Это самый идеальный момент, когда и работа, кажется, масштабной, и делать удобно. Мне очень-очень нравятся эти трогательные работы. Они называются «Хранители-очехранилищ», и делали вот ребята из Омска, команда называется «Крепкий палец». Еще остались такие входы, и как здорово ребята их обыграли, что они стали такой фишечкой двора. Мне вот они очень нравятся. Вот котики. Да, вот это как раз моя работа такая большая, называется «Гармония». Здесь вот изображена луна, солнце, дерево посередине, в общем, такая большая штука. И очень хороший отзыв как раз от жителей вот этого дома. По сути, для них мы это и делали, потому что они основные зрители этой работы. Наверное, еще важно учитывать контекст. Да, это очень важно, это такой даже вдохновляющий фактор, потому что либо ты вдохновляешься от места, от его истории, либо от архитектуры, либо от каких-то сторонних историй. Но чаще всего, допустим, у меня есть фасад в Новокузнецке, где вот такой вот есть бортик посередине фасада. Для меня это получилась вотра линия, и появилась какая-то морская история. То есть место подсказывает? Конечно. И здесь вот как раз история вот с этой трубой, которая делит напополам стену, она тоже вдохновляющая. Вдохновляющая, то есть сразу получилась какая-то симметричная штука с центром композиции, и тоже такая подсказочка. Убери трубу, будет нечто иное. Ну, она просто вдохновляющая труба была. Стержень. Стержень, да. Марина, вы совсем недавно были одним из победителей ежегодного конкурса «Парад идей», где дают муниципальные гранты на молодежные инициативы. И ваша идея, в которую я сразу влюбился как член жюри, это разрисовать вот этот торец дома. Давайте расскажем, как вы это придумали. Это моя мечта. Вообще, так интересно, что каждый житель города Новосибирска, если сильно хочет, может как-то повлиять. Мне сильно хотелось, чтобы у нас появилось больше достопримечательностей в городе. И я в этом просто написала в своем инстаграм, что, ребята, может быть и так, я сделала картинку. То есть я просто наложила картинку на фасад. Я говорю, блин, было бы здорово так вот сделать. И много-много людей начали мне вставить лайк, говорю, да, давайте, давайте, что сделать, куда, как разойти. И я была счастлива, что эта идея нашла отклик. Здесь как раз тот случай, когда снова место подсказало саму заботу. Да, конечно, здесь. Я фанат этих трогательных домиков. Их осталось очень мало в Новосибирске. И этот фасад как декорация, что ты по нему подходишь, и потихоньку эта вот роспись, она будет выглядывать из-за этого деревянного домика и провожать зрителя. Поэтому и такая тема русская, то есть вот как раз вот барышня с собольком, то есть она привязка к Новосибирску, вот эта вот скатерочка, это как вот там будет карта Новониколаевска. В общем, все завязано и на истории города, и на домике. И я думаю, что это будет хорошее, хорошее достопримечательство. А сколько стоит расписать, ну, допустим, торец дома? Ну, вот самая-самая-самая минимальная цена без гонораров, художников, всяких таких штук, просто на материалы нужно 300 тысяч рублей. Это вот, ну, это даже намного меньше, чем ремонтная работа. И вам сейчас пока еще не хватает суммы гранта, нужно где-то еще? Да, еще как раз нужна половина суммы, сейчас будем думать, как их добывать. Еще говоря о стенках города Новосибирска, я не могу не рассказать о стене. Вот я из Сибири, такой вот фестивальчик у нас проходил уже второй год. Вот рядом с этой стенкой часто фотаются люди, и здесь раньше на этой серой стене тоже был такой яркий, классный фотоспорт. Здесь были вот сибирские сказки, вещи о птице Гаваюн, мой леший красавчик, Баба-Яга и Церевна-Лебедь. Ну, как раз год назад стенка была закрашена, и вот все. Такой интересный есть факт, что когда стенку закрасили, тут появилось и освещение, которое не было все это время, пока была роспись, и камеры. То есть, по сути... Освещает серую стену теперь, да? И охраняет серую стену, чтобы ничего себе не случилось. И это моя вторая мечта, чтобы в центре города с этой стеной произошли какие-то приятные изменения, и она опять стала фотоспотом для жителей Новосибирска. Но ведь не первый раз, когда ваши работы демонтируют, закрашивают серой краской. Ну, вот это самый громкий случай был, наверное. Вы тогда в социальных сетях бросили клич, да? И даже мэрия отозвалась. Это был очень классный момент, потому что нам, как художникам, стало понятно, что жителям города Новосибирска не все равно, что они любят эту работу и что росписи нужны. Что здесь будет? А вот непонятно. Это, опять же, все зависит от жителей города Новосибирска, в первую очередь от художников и от собственника, с которым пока мы не можем договориться. Давайте попробуем объяснить тем, кто не понимает граффити, не понимает мурала, что это, что это за мазня, что это дает городу? Ну, в первую очередь, это дает облик, это дает настроение, как бы это ни звучало так, вот настроение. Но и это дает достопримечательности, интерес в прогулках, когда ты идешь по городу и не ожидаешь, не думаешь увидеть рекламу или что-то, увидеть какую-то альтернативу, волшебную сказку или просто какой-то интересный яркий рисунок. И мне кажется, что, чтобы Новосибирск не называли серосибирском, надо что-то с этим делать. Можно ждать откуда-то, что это придет, а можно делать самим. Надо действовать.